здравствуйте друзья сегодня 26 февраля 2022 года и подошло время снять очередное видео наших колесов ну смотрите раскрасились растолстели прям такие неплохие это ампельный бургундия смотрите какой красавец прям такой расцветка бархатная прям чудесный комбат сорт вот он красавец пинг трилл ну не буду каждый называть иначе долго 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 буду показывать пестрая шаль ушолиус это тоже ампельный крисмос канди вот немножко похож на комбат но не комбат это совсем другая расцветка чили пепер прям здесь он прям красавец но это я вам показывала пениапли квейн желтенький и вот васаби такой светло-светло салатный даже ближе к желтому ой не все помню не все помню рыжики у меня все рыжики кух панган но немножко становится крупный лист видите расцветка прям все ярче ярче с каждым днем наверху царевна лягушка левый бирд тоже маленький вот херсбрекер покажу потому что взрослого куста нет а это только маленький но вот с него берем череночке но очень красивый так султана вот это это знаете это же детки все еще но я хочу сказать это маточники да но они у меня как не взрослые не взрослые это карликовый зоуео я может быть неправильно называю но вот так марипоза это детка марипозы маленькая чили пепер это валентино но он будет яркий яркий летом и лист огромный крупный прям красивый вот что еще показать вам что нибудь особенное это френч квартер это я уже сказала васаби эти какой вот без них никак без от этих желтых ну никак ни одна композиция не получается здесь пестрая шаль вот она такая красавица а это соляр флер но здесь он не такой красивый то есть еще для него видимо не наступило время раскраситься но летом там обалденный вот один из самых красивых моих колесов но не буду останавливаться на всех дары волхвов но вот это вот сердцевина будет более яркая крупная и небольшой зеленая каемочка так здесь что хотела показать перила чайно розы вот она такая здесь что у меня а это забыла забыла значит здесь мои текст что я на 8 марта приготовила но хочу сказать вы знаете они выросли уже большие поэтому я взяла их подчеренковала думаю до 8 марта подрастут но не все не все видите они подчеренкованные не очень смотрятся вот это вот не черенкованный но вот видите какой пышненький ну завтра повезу уже 8 марта близко поэтому поэтому ну что продам то продам остальное после 8 марта ну колиусы будут позже прям вот они в цене потому что все захотят вдруг украсить свои участки красивыми колиусами и поэтому я так думаю попозже они пойдут ну и нижний ряд смотрите вот эти все по 100 рублей которые я вывезу на рынок это на рынок почему потому что здесь большие горшочки ну вот десяточка вот это а вот это все это подготовлено по заказу то есть я принимаю заказы и я их ставлю на укоренение сразу и вот они пока укореняются но еще же не везде тепло холодно я еще колиусы никому не высылала даже на юг россии даже в крым почему потому что у нас ночные температуры еще минусовые поэтому а для колиусов нужна высокая температура ну ночная температура должна быть хотя бы плюс 12 градусов ну вот так вот это все вот 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 все укореняется это все на заказ значит высаживаем мы в перлит перлит мы берем но строительный этот раз взяли даже строительный и такой вот как его называют и для высадки растений вот для высадки растений перлит он такой вот шариками более крупный ну а вот строительный он меленький почему именно в перлит высаживаю да потому что очень очень легкий стаканчик раз он легкий значит и посылка будет легкая то есть вам стоит это будет гораздо дешевле чем в торте это в торфе вернее во первых во вторых это стерильный субстрат поэтому я так думаю что для укоренения перлит более менее подходит потому что ну нет всяких всеразличных так возбудителей микробов и прочее потом мы значит окунаем держим ну сутки я держу черенки колиусов в растворе икар фоста рутс вот когда сутки подержали на вторые сутки высаживаем сюда стаканчики в перлит а когда уже мы все это высадили то поливаем раствором хома дополнительно я вам уже говорила я все поливаю хомом вот раствор хома вот такой вот голубенький раствор и мы поливаем прям под корешочек под стебелечек этим раствором и тогда у нас практически стопроцентное укоренение очень очень маленький процент который ну загнивает стебелек это может быть из-за того что недостаточно острые ножницы недостаточно ну как надо конечно чтобы ножницы были острые чтобы средств был острый а если средств не рост не острый но не гладкий средства получается что возможно где-то что-то загнивание но не знаю в общем то очень низкий процент вот загнивание стеблей укореняются хорошо поэтому если некоторые знаете просят заказывают колеусы и просят чтобы я ну через неделю выслала или вот когда вышлите желательно побыстрее и укорененные то есть имейте ввиду что побыстрее и укорененные не получится как минимум две недели надо ну вот укорененные колеусы 100 рублей вот здесь мы подготовили уже грунт я почему и снимаю видео видео да потому что мы сейчас обрежем все эти черенки то есть стебелечки и тут уже нечего будет показывать значит стебель мы стараемся брать черенок из от толстого стебля то есть если мы будем брать черенок вот от такого вот смотрите тонюсенький тонюсенький стебелечек да он сам еще еле-еле только-только вот окреп и его сразу срезать то возможно он плохо укоренится стараясь брать вот от таких стеблей от толстых вот если от толстого стебля ну тут уже сто процентов укоренится вот ну а такие вот тонюсенькие видите какой но он очень-очень тонкий мы ждем когда он окрепнет станет толстенький только тогда срезаем я перешла на другой ряд здесь у меня но мои колеусы которые в кашпо хорошие хорошие вы знаете красивые ну не знаю может быть я зря все-таки эти традесканции но я выносила один раз на рынок да и оказалось что выбирали наоборот с традесканциями то есть получается три колеуса и плюс еще традесканции поэтому правильно я все сделала теперь здесь укорененные у нас детки смотрите красивые красивые они видите толстые лист прям хороший все это мы они в кассете высажены до сначала в кассету высадили а теперь вот пересаживаем и так стаканчики в козе в кассете уже мало им тесно корням ну и так дальше смотрим мою красоту вот хердбрекер ватермелон вот ватермелон еще не раскрасился еще совсем не раскрасился но скорее всего что мы уже с него брали детку но вот он такой пока царевна лягушка вы знаете вот их два вида таких есть царевна лягушка есть какой-то вот другой но честно говоря я спутал путаю их бывает в разный период времени они по-разному выглядят ну и короче говоря я когда высылаю что у меня осталось я даже не знаю что правильная неправильная лягушка так аллигатор вот тоже вот светленький желтенький я хоть и знаете невзрачный лист невзрачный но тем не менее в ни одной композиции без этого светлого никуда не денешься а маточник вот он он не один единственный кустик но ты его я вам и показываю а вот еще раз показываю перила чайно розы у красивые мне нравится это мелкий лист на самом деле сейчас на самом деле гораздо крупнее он в диаметре лист но сантиметров наверное 7 вот так вот но еще февраль месяц поэтому ну трудно сказать таких вот даже маточники настоящего размера листьев не достигли вот здесь бургунди вот она она или он бургунди так пинг чау чаус с с на конце вот этот самый пинг чаус видите какой это маточный куст ну знаете такой вот и не люблю такие вот рыхленькие рыхленькие да вот особо что ну вот у него междоузлия видите какие там много-много мелких собственно говоря ничего так смотрится но я люблю большой лист большой куст шикарный вот если вот он маленький еще да он уже во какой красавец да но это забыла забыла что с америка и связано такое вот вот это валентина вот она красивый лист шикарный но пока не такой яркий летом он будет ярче гораздо марипоза вот хотела показать вам вот он марипоза ой но я просто просто его обожаю хочу сказать рассады марипоза очень мало потому что растет медленно очень медленно прям вот поштучно считаю вот не так прям что вы знаете кустица нет но это вот дары волхвов и и и и и френч квартер чили пеппер протуберанец peters wonder вот много много сортов которые знаете не то что я их не знаю они совсем другие вот весной одни а вот летом там уже настоящая расцветка на появится и тогда я уже понимаю что это такое а на самом деле вот что я вам говорила царевна лягушка не пойму что это такое то ли царевна то ли не царевна ну в общем весной она совсем по-другому но весна еще только будет через неделю но тем не менее это у нас отопление так включается и дует теплый воздух автоматика срабатывает когда температура поднимется до 24 градусов срабатывает датчик и отключается то есть обогрев отключается бонни 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 забыла забыла вот смотрите соляр флор видите здесь совсем другой электрик лайм ну красивый вот он электрик лайм он прям как украшение любой композиции это вот здесь три штуки в кашпо высажены да я вам говорила что я вот по черенка обрезала по черенковала и вот они начали уже отрастать алабама сумсед а это комбат но электрик лайм здесь самый красивый самый красивый и не обязательно прям такие яркие яркие расцветки hot embers ну был он был он красивее я прошлый раз вам показывала это просто обрезаны обрезан и вот череночки начинают нарастать только он прям вот красный красный такой вот именно он весной такой филогрея сейчас я его вытащу вот филогрея тоже тоже красивый лист у него не такой крупный мелкий но расцветка сама очень даже очень даже неплохая вот это не знаю один единственный у меня был в прошлом году и уже был к осени я его приобрела этот сорт очень красивый был но я не знаю как название и так я его даже ни одного черенка с него не взяла все думаю боюсь потерять но тем не менее ни одного черенка не взяла вот на самом деле сейчас он очень-очень блеклый какой-то вот такой но был красивый летом был красивый не знаю что за сорт даже бы вот настоящий бы цвет найти не могу все какое-то такое блеклое но потом уже летом подрастет я вам покажу покажу его это ирины и резины херпста это николюс его тоже надо почеренковать даже не черенковала потому что я как-то его мало рекламирую и вот такой же у меня зеленый был на фирме я получила зеленый думаю ну вот у меня красная резина и я еще зеленый приобрету а этот зеленый он почему-то он у меня думаю вообще не рос какой-то в общем все что я получила но все пропало этот вот надежный он такой вот толстый лист толстый лист стебель толстый да и укореняется неплохо а тот даже я не смогла укоренить какой-то вот чах ленький вот тянулся тянулся я думаю ну и зачем он мне такой зеленый вот красный есть красивый вот его и достаточно но тот раз он такой вот привередливый но не стоит его и держать пропало все это что-то с красками связано название что-то такое ну шикарный это похоже на черный дракон но вот я не знаю он или не он вообще вот черный дракон я приобретала у меня один маточник был вот это как их чулочки ладно не буду не буду отнимать ваше время да ну вот вот такое вот такое сейчас вот вы знаете с удовольствием прихожу сюда с удовольствием я здесь нахожусь в общем то с колеусом с гортензиями у меня еще не очень там ничего не цветет и сказать бы что оно прям такое да ну вот еще бургунди видите ампельный прям нарядный нарядный на настолько красивый прям просто чудесный мне сыну нравится он мам ты вот этот вот по черенку и мам ты по черенку и ну вот так да вот этот как же он в общем нашли мы название вот этого сорта нашли так что я его в каталоге он у меня уже будет с названием так вот это джо джо или йо-йо наконец-то уберегла его очень привередливый карликовый медленно медленно растет прям так боялась его потерять я его столько много начеренковала но сохранилась мало но вот это тоже карликовый низкий часа покажу его тут там побольше кустик это все уже наверху у меня почеренкованной и сразу повыше поставила чтобы больше солнца здесь больше тепла и они тогда быстренько быстренько в рост идут и хочу сказать что у меня здесь на всех рядах капиллярный полив поэтому несложно поливать вот прям вот из шланга воду сюда наливаем и они быстренько быстренько питаются прям снизу сверху мы не поливаем их это вот зоу зоу гео или зоу ел ну карликовый тут я показывала вот это вот другой кустик смысле сорт один и тот же а вот он совсем другой совсем другой по расцветка та же а вот форма листа крупный лист вот это более-менее неплохой вот так все друзья спасибо вам огромное спасибо вам огромное за внимание не болейте доживем до лета все высадим нам к нашу красоту себе и будем любоваться летом будем отдыхать всего вам доброго